Третий этап акции «Светлый взгляд» принес радость взрослым и подросткам в местах лишения свободы Краснодарского края. Инициативная группа бизнесменов и добровольцев подарила нуждающимся высококачественные очки. Первой по маршруту благотворительной акции оказалась женская колония. Я на самом деле очень долго ждала, просто потому что ближе к вечеру очень плохо вижу, и мне приходится очень чуриться, вглядываться. Это, наверное, стрёмно выглядит со стороны. И я очень рада, что мне привезли, наконец-то, очки, потому что мир стал чётче, и люди вокруг, и ярче. При поддержке Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Краснодарскому краю акция расширяет свои пределы. Примечательно, что новые высококачественные очки получают в колониях не только осуждённые, но и сотрудники. Одел очки сначала, конечно, было первое впечатление необычно, потому что надо привыкнуть, что ты в очках. Я только носила солнцезащитные, и когда увидела в зеркало, и увидела, что там происходит вдали, чётко, ярко, всё равно, конечно, было впечатление первого, вау. Потому что, ну, этих деталей ты не замечал, и даже ты не думал, что это какая-то проблема у тебя существует. Спасибо большое, просто огромное, за тот труд, который вот как бы вы вложили, вы приехали сюда к нам, просто как бы озарили, вот я говорю, у меня мурашки. Благотворительная акция «Светлый взгляд» инициирована и организована Ассоциацией христианских евангельских церквей «Союз христиан» совместно с салонами оптики «Рады видеть». Сегодня многие подходили и благодарили нас, потому что у них безнадёжная ситуация. Если бы не мы, неизвестно, когда они бы ещё смогли качественно видеть. Поэтому то, что мы делаем, мы не просто существенно облегчаем жизнь, мы даём надежду. Мы даём надежду в том, что не всё пропало, что у них есть шанс измениться, вернуться в общество, стать другими, найти себя. Если ты можешь сделать то, что изменит чью-то жизнь, это великая радость, которую нельзя купить в магазине, как килограмм сахара или килограмм конфет. Это великая радость от того, что меняется чья-то жизнь сегодня, прямо сейчас на твоих глазах. И, конечно, то, что девушки получили качественные очки с хорошими линзами, с хорошими оправами, ещё яркие оправы, которые существенно меняют, обновляют их форму лица. Поэтому, конечно, это здорово, что мы можем это делать. И Фридрих Иосифович Герас сказал, торопитесь делать добро. Поэтому мы, по сути дела, поступаем именно так. В мужской колонии эмоции выражались более скупо. Но нужно было видеть, с какой искренней теплотой счастливые обладатели очков благодарили тех, кто помог им исправить дефекты зрения. На первых этапах акции на профессиональном оборудовании проводилась диагностика зрения осуждённых и сотрудников. Специалисты говорят, что попадались очень трудные случаи, вплоть до минус 18 и минус 22. При таких диоптриях требуется изготовление особенных линз, и далеко не всякая фирма возьмётся за столь сложный заказ. Когда ты делаешь что-то хорошее, и ты можешь это сделать, ты чувствуешь такое удовлетворение большое, что ты что-то сделал хорошее. Когда я пришла к Людмиле Ивановне, Харченко устроилась к ней в компанию, и она мне сказала, а есть ещё вот такая работа, которой мы должны будем заниматься, это вот благотворительность. Зачем вы этим занимаетесь? Никто не занимается, никто не понимает. Да, она сказала, что ну кто-то же должен это сделать. Руководство Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Краснодарскому краю и администрации колоний высоко оценивают организаторский уровень акции «Светлый взгляд» и практическую значимость доброго дела. Это такая очень хорошая возможность, что можно находиться в рамках закрытого нашего учреждения, но пройти такое качественное обследование, и более того, не просто обследоваться и понять, что у тебя есть проблемы со зрением, а ещё и через время получить качественные очки, качественное право, ну и соответственно пользоваться. Акция «Светлый взгляд» – замечательный пример чистой доброты, возрождения лучших традиций благотворительности и меценатства, которые с новой силой поднимаются в нашей стране. Михаил Богданов, Илья Бегленок, ТБН, Краснодар.